Друзья, всем привет! С вами Олесь Селезнева. И в этом видео я хочу поделиться одним из главных секретов своего построения бизнеса в компании Armel. Одним из главных секретов быстрого, правильного старта в компании Armel. Итак, с чего же начать бизнес? Вы сейчас увидите, что бизнес начать очень легко с очень простых шагов. Я бы даже сказала, с очень простых шагов. И вы сейчас поймете, почему. Смотрите, все мы приходим в какую-либо компанию, неважно, если даже ты смотришь это видео, и ты не являешься по каким-либо причинам партнером компании Armel, возьми себе это на заметку. Мы приходим в компанию для того, чтобы заработать деньги. Либо потреблять продукт, либо, как правило, мы все-таки хотим заработать денег. Согласны? И когда мы зарабатываем деньги, мы понимаем, что мы все равно что-то должны продавать. Потому что если сегодня мне делают предложение, в котором пишут, что без продаж, я не верю в эту систему, потому что любая нормальная стабильная компания платит с товарооборота. А товарооборот можно создавать только посредством либо потребления, либо продаж. Я думаю, с этим ты тоже согласен. Итак, мы понимаем, что нам нужно продавать, и при этом 95% людей не любят продавать. Друзья, я не люблю продавать. Но продажи бывают разные, да. И это, пожалуй, наверное, один из фактов, да, самых таких распространенных, что даже если ты работаешь по найму, если ты работаешь, я не знаю, бухгалтером, врачом, педагогом, ты все равно продаешь. Только ты продаешь мне товар. Ты продаешь свои знания, свое время. И в любом случае ты занимаешься продажами. И в сетевом бизнесе можно тоже продавать по-разному. Так вот, один из главных, первых секретов успеха в старте любой MLM-компании, неважно, да, повторюсь, даже если ты не партнер компании Armel по каким-либо причинам пока, да, начать нужно с личного потребления. Личное потребление в разных компаниях разное, да, на разное количество баллов, естественно, на разную сумму в деньгах. Я буду, конечно же, говорить про компанию Armel, потому что считаю, что на сегодняшний день это просто сногсшибательный инструмент для того, чтобы заработать. И скоро ты увидишь видео, чего можно достичь за год сотрудничества с компанией Armel. Я обязательно тебе расскажу. Итак, минимальный товарооборот в компании Armel, который ты должен делать, будучи дистрибьютором компании, всего 20 баллов. Я запишу эту цифру, 20 баллов. Но говорить я буду не о 20 баллах, а о 100 баллах. И после того, как ты поймешь, что 100 баллов делать очень просто, ты скажешь, что, друзья, 20, это смешно. Итак, я буду говорить о 100 баллах. 100 баллов. Почему 100? Да потому что со 100 баллов мы начинаем получать пассивный доход. Тот доход, ради которого вообще рассматривают серьезный сетевой бизнес. То есть 100 баллов это 3%. И я говорю, друзья, когда вы поймете, что 100 баллов это легко, когда вы с легкостью будете либо потреблять, либо продавать. Возможно, ты любишь продавать, да? Но когда ты поймешь, что это легко, ты эту дубликацию запустишь у себя в структуру. И вот тогда начнется самое интересное. Но это уже не в этом видео. А самое интересное, что пассивный доход мы можем получать от 3 до 28%. И это только по первому уровню маркетинга. Дальше больше и дальше интереснее. Говорю это по собственному опыту. Но речь не об этом. Как же делать 100 личных баллов? Для кого-то цифра 100 является очень сложной. Более того, скажу тебе, что для большинства новичков собрать, допустим, акцию новичка, чтобы для себя извлечь какую-то выгоду, 55 баллов достаточно сложно. И люди начинают тормозить регистрацию папок, чтобы человек сначала собрал заказ, потом оформил, чтобы получить этот флакон. Друзья, не нужно это делать. Не усложняйте сами себе жизнь. Не усложняйте жизнь своим партнерам. Смотрите, у нас сейчас в компании Армель, вообще, компания Армель это большая торговая марка. Вы должны сегодня себе это четко уснить. Это не просто направление номерного парфюма. Нет, это 4 огромных направления. И каждое направление это своя огромная ниша, своим спросом, своим предложением. И, в общем, все карты нам в руки. Итак, у нас есть масса продуктов ежедневного, восклицательный знак большой, ежедневного потребления. Товары репотребляемые. Поэтому вот я просто взяла и составила такую картину, начала с головы. Все вы моете голову, да? Соответственно, любому человеку нужен шампунь. Ну, если это девушка, обязательно кондиционер для волос. Поэтому я пишу. Первое. Шампунь. Кондиционер. Это 2 балла, и это 2 балла. Да, друзья, я не сказала, почему нужно начать именно с себя. Вот пока сейчас были праздники, очень много знакомых звонили, приглашали в кинотеатры, звонили, приглашали сходить в какой-то интересный ресторанчик, где очень вкусные, например, там пицца, суши и так далее. То есть, что народ делал? Он просто звонил и рекомендовал. А пошли попробуем, а пошли посмотрим классный фильм. И знаете, большинство из вас даже ходили, даже смотрели, даже пробовали, согласны? И при этом ни один кинотеатр, ни один ресторан не заплатил этому человеку за рекомендацию. В нашем же случае компания Армель платит вам за рекомендацию, за тот товарооборот, который проходит именно по вашей рекомендации. А когда мы можем рекомендовать товар, да? Когда только сами его попробуем. Поэтому первое, не нужно изучать много о продукте. Это надо для профессионализма, но для легкого и быстрого старта нужно просто взять и попробовать. И я сейчас буду говорить о тех продуктах, которые ты так или иначе покупаешь. Да, я согласна, что любой бизнес, он не должен начинаться с больших вложений. Я сейчас буду называть позиции, и ты скажешь, ну, конечно, я же должна не только приобрести папочку, но и должна еще вон какую часть денег вложить. Да, согласна. Но эту же часть денег ты идешь и тратишь в магазин. Ты покупаешь порошок, ты покупаешь шампунь, ты покупаешь зубную пасту. Только тебе за это не платят. А здесь я предлагаю быть тебе умным покупателем. Я предлагаю тебе первое, экономию. И второе, возможность попробовать продукт. Чтобы у тебя сложилось твое личное представление о продукте, тогда, поверь тебе, его будет очень легко рекомендовать. И ты будешь это делать с большой легкостью. Так же, как, например, завяз своего знакомого на фильм, или там на каток, или еще куда-то. Итак, шампунь нужен, кондиционер нужен. Моемся все. Гель для душа. Да, гель для душа. Гель для душа. Гель для душа в компании Armel составляет также 2 балла. Сюда можно же отнести бальзам для тела, если это девушка, любая, уважающая себя девушка. Она ухаживает и за телом. Но вот здесь я беру по минимуму. Дальше. Зубная паста. Зубная паста. Это нужно вообще любому члену семьи. Мы не представляем поход на работу, не почистив зубы. Дальше. Мы помылись, почистили зубы, оделись, выходим на работу. Что мы на себя наносим? Конечно же, аромат. Друзья, как минимум один аромат в вашем гардеробе есть. Это тот маленький минимум, если вы пользуетесь продуктом компании Armel, вы понимаете, что это может быть минимум 3-5 ароматов, либо по одному аромату из каждой коллекции. Но давайте я возьму по минимуму. По минимуму аромат себе 10 баллов, хотя у нас есть и коллекция Амплуа 15 баллов. Беру по минимуму. Плюс аромат мужу, другу, маме, папе. Не важно. Опять же, беру по минимуму. Тоже 10 баллов. Дальше. В семье нужно мыло для рук. Мыло для рук. Это то, чем пользуются все. И он составляет 2,5 балла. Белье стираем. Гель для стирки. Гель для стирки. Причем для тех, кто не знает, скажу, что серия по уходу за домом в компании Armel это линейка эко-продукты. Это продукция безопасная для вас, для вашего здоровья. То есть здесь вы приносите пользу и себе, и вашему карману, и окружающей среде. Но все плюсы для вас. Посуду моем. Посуда. Я уже буду сокращать. Посуда. 3,5 балла. Таким образом, смотрите. Вот здесь у нас это вот минимум 28 баллов. Для дома у нас идет минимум 10,5 баллов. Теперь, если расширить ассортимент, если мы умный покупатель вдвойне, мы используем, девушки используют масло для волос. 2,5 балла. Мы используем скраб для лица. Это у нас 4,5 балла. Мы используем сыворотку для лица. Шикарная вещь, особенно сейчас в зимний период. 5,5 баллов. Мы используем крем для лица. Крем для лица дневной, соответственно, ночной. Это у нас 10 плюс 10 баллов. Получается 20 баллов. Так, мы используем бальзам для тела. Бальзам для тела. Это 2,5 балла. И мы используем гель для интимной гигиены. Это я уже расширяю линейку, да? Интимной гигиены. Хотя продукт ежедневного потребления, так я бы сказала. И, конечно, друзья, я не представляю сегодня свое утро, свой день без уникального пакетика кофе гоу. Ну, просто не представляю. Даже если взять, что вы пьете один пакетик кофе. Хотя, вот то, о чем я сейчас говорю, это просто личное потребление. Я не говорю о том, что вы можете давать пробовать, угощать, дарить. И в этом случае количество баллов будет удваиваться, утраиваться и так далее. Ну, вот я еще посчитала кофе. Ну, как минимум за месяц у вас уйдет 4... Так, ну, допустим, там кофе одна пачка это 4 балла, но у меня это 3 коробки. Коробки это минимум. То есть, соответственно, это 12 баллов. Соответственно, вот здесь вот у нас на дополнительной линейке получается 37 баллов. И кофе у нас получается 12,5 баллов. Это минимум. И, друзья мои, если сложить итого, получается 87,5 баллов минимум. Минимум. Это не говоря о том, что кто-то пьет ведрами кофе, да, как я смеюсь. Ну, просто реально есть кофеманы, которые пьют не одну чашку, а 4-5 чашек в день, да. Мы можем часто стирать, у кого есть дети. Понятно, что аромат мы берем не каждый месяц. Но мы и говорим о том, что, смотрите, 90 баллов это только то, что вы используете каждый день в своей жизни. Реально плюсом продать один флакончик. Вот вы взяли аромат, от вас вкусно пахнет, у вас спросили, слушай, Олеся, что у тебя за аромат? Я говорю, а у меня армель 303. Что-нибудь слышала? Нет, а хочешь я тебе продегустирую? Просто так. Или угостите кофе. Человек обязательно, ну вот у меня в 50% случаях люди начинают потреблять этот продукт и так далее, и тому подобное. То есть всего 10 баллов это то, что вы будете продавать. Если даже взять, что вы, не знаю, не стираете там, не используете бальзамы, не ухаживаете за лицом, все равно будет баллов 30-50 будет. Соответственно, минимум, который нужен для того, чтобы получать комиссию, вот у вас уже есть. 20 баллов это просто вообще, ну я не знаю, это ни о чем. И также ни о чем я считаю 100 баллов. То есть если вы приходите в бизнес с целью именно зарабатывать деньги, вы должны уметь делать вот этот товарооборот на себе. 100 баллов это легко. Причем, смотрите, вы взяли себе на 100 баллов, и если вы, допустим, не знаю, вы мыли волосы, вам понравилось, вы порекомендовали там 5 подругам, к примеру, да, не знаю, там, выпили кофе, порекомендовали соседям, коллегам на работе. И по статистике, по статистике, из 100 человек 20 захотят у вас это купить. А теперь считайте баллы. То есть может быть личный товарооборот быть и не 100 баллов, а и 200, и 300, и больше. При условии, что вы просто начинаете рекомендовать. Поэтому, друзья, первый мой лозунг, не старайтесь много продать. Станьте продуктом своего продукта, увидите, как легко делать бизнес с компанией Armel. Но об этом мы еще будем много-много говорить. А сейчас я с вами прощаюсь. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Если ты еще не подписан на этот канал, подпишись. И до связи, до новых видео. С вами была Олеся Селезнева, сапфировый мастер компании Armel. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.